Целую неделю, начиная с 9 сентября, Брест жил в ритме театральной осени. Фестиваль «Белая Вежа» вновь сделал областной центр местом встречи творческих людей, площадкой обмена новыми необычными решениями. Это то событие, которое собирает и профессионалов, и любителей настоящего искусства под одними сводами, чтобы подарить незабываемые моменты встречи с высоким и прекрасным. Эмоции, я думаю, что у меня, как и у всех тех людей, которые работали на фестиваль, я думаю, осталось чувство удовлетворения все-таки, несмотря, я же говорю, ни на какие внешние обстоятельства, болезни и так далее. Чувство удовлетворенности тем, что все-таки залы переполненные, люди идут, люди интересуются спектаклями, люди обсуждают живо, проявляют свои эмоции, а эти эмоции всегда подзаряжают нас, организаторов фестиваля, но я думаю, и в первую очередь артистов, потому что, как я говорил, что мы работали, работаем и будем работать для зрителей, для того, чтобы они испытывали определенные чувства, эмоции. 25-й фестиваль «Белая Вежа» показал, театральное искусство продолжает развиваться. Режиссеры и постановщики не боятся смелых экспериментов, они виртуозно сочетают мультимедиа технологии света и музыкальную аранжировку, создавая достаточно серьезные по смыслу произведения, вмещающие в себя глубокий смысл и авторский гротеск. В чем причина следствия и достаточное основание вашего грустного существования? Бывая всему причина – любовь. Любовь, утешительница рода человеческого. Хранительница всех чувствующих. Вечная, няшная любовь. Да, я основал эту любовь. Под занавес масштабного фестивального сезона публике был продемонстрирован балет «Дун Кихот» в исполнении артистов Государственного академического театра классического балета Натальи Касаткина и Владимира Василева из Москвы. Темпераментный, яркий, пламенный балет изобилует красивыми испанскими танцами, привлекает множеством балетных трюков и самым знаменитым в мире фуэте. Ритмичный стук астаньет, яркие костюмы и, конечно же, особая энергетика. Спектакль переносит зрителя прямиком в солнечную спанию. «Дун Кихот» — это полный красок театрального представления и, пожалуй, самый радостный классический балет в мире. Это отмечали и зрители в «Антракте». Мы впервые попали на подобного рода представления и в воодушевленные, и вдохновленные очки. Это прекрасно, удовольствие сплошное смотреть представления. Если сравнивать уровень, то я думаю, что достаточно высокий. Исполнительское мастерство, хореография — все на должном уровне. Мне балет очень нравится. Я просто в восторге. Действительно, очень интересно. У нас нечасто такие события в городе происходят, поэтому я просто счастлива, что я сегодня сюда попала. Юмор, живое действие, понятный сюжет. Этот балет бесспорно нравится и взрослым, и детям. Публика долго и ярко аплодировала артистам, не отпуская их за кулисье. Впечатления от выступления яркие не только у зрителей, но и у самих артистов. Мы с удовольствием приедем сюда вновь. Хотели бы каждый год, но уже как пригласить. Замечательный зритель, отличная сцена. И вот он кульминационный момент фестиваля — объявление результатов. Постановка Республиканского театра белорусской драматургии «Шлюп с ветром» была удостойна Гран-при. Важно отметить, в этом году в числе номинантов немало белорусских коллективов, чью работу высоко оценили компетентные критики и искусствоведы. Кроме того, были объявлены обладатели наград за лучшие роли и специальные дипломы. Фестиваль состоялся во всех смыслах. Уверенное логическое завершение. Белая вержа — это не просто проект какой-то наш белорусский, это проект международный. И я хочу с этой сцены сказать слова благодарности, ну, наверное, нашим гостям, которые в очередной раз позволили нам соприкоснуться с талантом искусства и почувствовать это. И еще хочу сказать слова благодарности зрителям, нашим брещанам, потому что мы в очередной раз показали, что Брест — это правда театральный город, который любит искусство, чувствует его. И в это непростое время, вы же видите, у нас у всех маски, да, пандемия, мы решились на это и, наверное, правильно сделали. Спектакль окончен, гаснет свет, а это значит, что очередная страница форума искусств написана. Но не стоит грустить, ведь впереди 26-й фестиваль, подготовка к которому уже началась. Продолжение следует...